Ну что, здравствуй, дружочек мой дорогой! Снова прилетел. Каждое утро, почти каждое утро, голубь прилетает на нашу старую грушу. Должна вам немножко рассказать его историю. Несколько лет назад пара голубей поселилась у нас на участке в саду среди ёлок. И так и жили, гуляли по травке. Я всё смеялась и говорила, это наши курицы. Когда я только создавала канал, то часто эти голуби снимала. И как они гуляют вместе, прилетают сюда на грушу, сядут на разные веточки, а потом рядышком. Так вот, в прошлом году, после зимы, голубь остался один. По каким-то причинам, в общем, куда-то делась половиночка. Но он не забыл. И почти, как я и сказала, каждое утро прилетает в разное время года вот на веточку. Мне кажется, он своими добрыми воспоминаниями живёт. Я когда на него гляжу, как-то так вот мне и грустно, и радостно. Вот голубь мой, как я говорю, мой всезакрылый один. Я сейчас тоже без Саши своего. Вот так я на балконе, он на веточке. Когда прилетает, он какое-то время просто сидит, как статуэтка. И только позже начинает с веточки на веточку, пёрышки свои почищает. Что-то там ещё даже воркует. Ну вот как-то так, такая история. А среди ёлок у нас ещё одна пара голубей поселилась. И вот когда они там вот за гаражом или вот на этом дереве, что вы видите сейчас, усаживаются, то мой голубь никогда рядышком с ними не бывает. Он всегда в стороночке. Я читала про голубей, что они сохраняют свою любовь и верность своим половинкам, как и лебеди. Вот такая история моего дружочка. Вот такой красивый и крупненький. А это наша груша. Я её тоже вам часто показываю. Дерево, которое мы очень-очень все любим. Весной, как невеста. Летом тени от неё, от её кроны в жару. А вот осенью радует нас плодами. Висят, как игрушки на ёлке. День у нас сегодня хороший. Осень наступила, друзья мои. Всех я вас поздравляю. Пусть будут и солнечные дни, да даже если и дождь. О, мой любимый. Я на дождь никогда не сержусь. Но вот так сегодня солнышко. И мой голубь снова у меня в гостях. А сейчас перешла на другую сторону квартиры и покажу, что за окном у нас происходит. Это рябинка. Мы её называем мамина рябинка. Несколько лет назад маленьким кустиком из леса принесли и посадили перед окошком, когда ещё мама была жива. Теперь это уже молоденькое деревце. До второго этажа вот макушкой уже достаёт. Она в ягодках. Но вы посмотрите, кто у нас тут орудует. И столовую себе устроили. Да так ловко у них получается. Так ловко. Вот такие вот птицы улетят. И снова. И я думаю, что через пару денёчков наша рябинка будет просто голенькая. Сейчас вот в ягодках стволик у неё ещё тоненький, но высокая. Мама моя очень рябину любила. Я тоже. А вот такое укупание на участке у нас происходит. Птицы устроили банный день. Ну да, конечно, нужно им и пёрышки свои прополоскать. Это очень полезно и для кожи тоже. И избавиться от всего ненужного. Вот такое укупание. В порядке очереди всё. Сначала одна птица, потом другая. Вот так купаются. Ой, наблюдать за ними. Ну так интересно. Не боятся нисколько. Но купаются, полетела себе, пёрышки подправила. А вот в этих как раз соснах, ёлках растут, живут наши голуби. Ну и другие птицы. У нас птиц на участке много. Мы им очень благодарны, что они выбрали наш дом. И вот теперь очередь другой птицы. Не ссорятся. Всё как нужно. Для голубей у меня тоже стоит в другом уголочке. Небольшая чашечка. Но они и сюда тоже подлетают. Вот так, вот так. И попить, и покупаться, и дальше полететь. Вот. Так и живём дружненько с птицами, с нашими. Пением радуют нас. Ну а мы вот как можем, так тоже их и благодарим. Виноград им оставляем. Они очень виноград любят. И ягодки мы им оставляем. Пусть лакомится небо такое чисто-чисто голубое. Без единого облака. И наши ёлки в самое небо макушками. Очень тоже люблю, когда сосновые на участке. Всем вам, друзья мои, желаю хорошей, тёплой осени, золотой осени. И хорошего настроения. Берегите себя и своих близких. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok